Всем привет, я Донис! Мы продолжаем проходить внешние миры, и сейчас мы займемся мясным Клайвом, местным шишкачиным королем. Я хочу постараться не убивать его, надеюсь, это все-таки серьезный РПГ, а тут есть такая возможность, есть свобода выбора. Страховой агент, ну-каш. Добро пожаловать в офис страховой группы Великий Алкион, основного поставщика страховых услуг в Алкионе. Я должна предупредить, что наша страховка не покрывает случаи, связанные с небрежностью, преступной деятельностью или слабостью рассудка. То есть все, что как раз тут обычно происходит, все не попадает, да? Не покрывается. Слабость рассудка? Некоторые, конечно, в этом офисе таких нет. Назвали бы это глупостью. Это слишком частая проблема, чтобы ее покрывала страховка. Итак, какого рода страховка я могу вас заинтересовать? У нас заканчивается скидкой на страховки по расчеменению. Покупайте одну, мы разрубаем цену пополам. Прекрасная рекламная акция. Просто гениальная. Что еще вы можете рассказать мне про страховку? О, многое. Как говорит мой босс, есть тип страховки на любой случай и исключение в каждом типе. Нам приходилось страховать необычно выразительные брови, неприемлемые заявления, несчастные браки. Кто же страхует свои брови? Обычные актеры на характерных ролях или руководители, которым нужно угрожающе смотреть на подчиненных. Кто же станет страховать неприемлемые заявления? Эта страховка предназначена почти исключительно для корпоративных клиентов. В том маловероятном случае, если реклама недостоверным образом будет описывать продукт, им потребуется защита от урона, нанесенного продажам и репутации. Ништы. Логично. Я допускаю, что такое может быть и в нашем мире. Несчастливые браки? В основном высший класс Византии, у которого значительная часть социального и финансового капитала связана с брачным контрактом. Есть страховка на случай бегства партнера с вашим родственником. Партнеры со своим родственником на случай расставания из-за возмутительных слухов или обнаружения незаконнорожденных детей. Мы пытаемся закрыть все возможные угрозы бытовому счастью. Это все, что мне хотелось узнать. Однако, скажу, наверняка, нигде океоне вы не найдете лучшие страховки от внезапных взрывов на спутнике. Хочу, хочу. Почему у вас офис на монархе? Мы не на монархе. Из соображений практичности и ради оптимизации налогов, этот офис является анклавом Византии. Нормально. А как это? С юридической точки зрения корпорациям нельзя вести деятельность монархии, но с финансами очень дорого заниматься предпринимательской деятельностью внутри стен в Византии. Поэтому юридический адрес у нас в городе, а здешний офис является техническим расширением того адреса. Здесь куда удобнее вести основную деятельность. Значит, мы можем, как там говорится, передать сбережения клиенту. Конечно. Это реально плюс-минус похожее делается, как Apple, например, офис делала в Ирландии. Многие компании в Канаде делают офисы там. Wargaming офис таки присделал. То есть, распространенная тема. Значит, обводите власть вокруг пальца. Мы предпочитаем говорить, что преследуем прибыль. Свобода от уплаты штрафов, пошлин и арендной платы на самом дорогом городе Алкиона повышает нашу эффективность. Кроме того, субсвет утиль отлично управляет этим местом. Они стимулируются просто на наши услуги. Нет, погодите. Чем больше несчастных случаев всяких, тем больше вы выплачивать будете. Одно дело запугивать. Вам выгодно, чтобы люди запуганные были и покупали страховку. Но вам не выгодно, чтобы все реально происходило. Тут любая компания страховая обанкротится. Пока это все. Прикольно. Грибцы тут растут. Холодильник пустой. Пластины черепа Псиды? Нифигу. Разве? А, это из головы эти торчат. Думал, это перья. Пластины черепа. Ага, можно скрыть. Никто не видит. Понял. Позвольте у меня, ребята. Так. Показать последние записи. Хмед Бортсуэлфинг. Скорее всего, это понадобится в будущем. Пока не буду лазить. Страховые случаи. Страховые случаи, значит. Извините, сэр, автоматон. А им пофиг. Типовое здание. Сколько же таких было? Страховое здание. Страховое здание. Страховое здание. Какой-то плохой автоматон. Ладно, пойдем. Вроде ничего не ухудшилось. Репутация. Все окей. Так, ну мы можем полететь. Зачем идти, если можно телепортироваться? Лозунг из будущего. Еще нет таких аппаратов, я уже лозунгом придумал. Гениально. Так, вот мы здесь. Оружие прячем. Как тут с кем поговорить? Командир корпорации. А, ты из смены на новой линии, наверное. Только не говори, что уже карточку потерял. Нутрата карточки это два выговора. Запугивание. Убеждение. Сколько будет за карточкой, что без выговоров? Зависит от того, что у тебя есть. Я думаю, что мы договоримся. Если честно, мне еще не выдали. Это у меня первый рабочий день. А знаешь, да, такое бывает порой. Да, все в порядке. Ну, как легко. Заходи. Мне нужно выпить. После смены с глиной фолбрук. Ну, бронец. И тоже выпить надо. Ну что, входим? Так, надо выйти для начала. Восстановить энергию. А если я присяду? Точно так же все? Может, мне надо было сделать, что когда тебя не видят, тогда энергия не тратится. Тратится, когда тебя видят именно. Получается, как пошаговая стратегия. То есть, на месте стою, энергия не тратится. Прикольно. Так, энергии не так много. Надо выходить уже. Чего? Так, ладно, идем напрямик. Нефиг тут делать. Все нормально. Тут зона не закрытая. Подкормили. Верстачок. Так, модифицируем кому викарио оружие. Электрический урон пускай будет. Гироприцел поставим. Так, что-то еще есть. Посмотрим сверху. О! Магничка. Двери, как на корабле. Прямо подводной лодки. Звуки такие же. Престриктед Эрия. Эксис. Почему такая мрачная музыка? Как будто затерянный какой-то мир здесь. Так, она задета и поменяется. Это одежда, да? Прикольно. Так. Начало процедуры входа у полномоченного пользователя. Приветствую у полномоченного пользователя. Король напоминает, что вы должны отмечать конец рабочей смены до составления отчета с 15-минутными интервалами. Возвращаясь на работу, не забудьте отметить начало следующего 23-х часовой смены. Чтобы пожаловаться на условия труда, вращайтесь напрямую к королю для получения выговора за низкую производительность труда. Это он заставляет себя королем называть? Отчеты о дежурстве на конвейере. А, это скомпрометировать его, да? Клайв. По скриптам. Надо проверить решетки на трубах. Это уже второй засор за месяц. Джеральдина. Людей там убивают, что ли? То есть тоже грязный такой, да, парень? Сейчас этого начитаюсь. И его ликвидирую, и ту тоже. Руководительницу Фолдбрука. Ой. А, ну перезарядиться надо. Винцов забрал, да? Я уже не знаю, что хуже. Вкус шишкачина из фасоли, и тот запах, что потом бывает. Так, про Клайва пишет, у него ужасный характер, но зарплату он выдает вовремя, так что жаловаться грех. Наверное, проеду Айзека. Несколько дней я уже не видела. Видимо, Айзека этого убили. Так, а вот и бросил. Айзека, я же рос с этим червем, и теперь он хочет, чтобы я звал его шишкачиным королем монарха. Словно он из знатной семьи. Словно из сказки какой-то. Вот чего. Зазнался. Он постоянно бубнит что-то себе под нос или орет. Вечно ходит грязное. С налившими на него хрящами или еще чем похуже. Но я знаю, что происходит с теми, кто попадает под сокращение. Я так уходить не собираюсь. Нет, только не я. И только не от руки местного Клаева. То есть, кого сокращает, видимо, убивает. Но мясо пускает. Офигеть! Он монстр! Но еще хуже той мафиози. Так что, устранять его будем? Надо энергию восстановить. А что за три полоски там в конце? Интересно. Справа вот фиолетовая нижняя полоска и три такие. С триточьями. Интересно, что это значит. Все собрал. Так, еще один терминал. Король напоминает, что вы должны записать сегодняшнее число производственных циклов и скорее вернуться на работу. Или ты сам отправишься на переработку. Шишкоголовый кусок кровяных сгустков. Понятно. Тиран такой, возомнивший себя королем. Финансовые документы. Сент-Пи. Чистая прибыль 28 тысяч. Можно изменить финансовые документы. Да зачем? Хотя, может быть, это и лучший вариант. Скомпрометировать его действительно. Тут работает все так. То есть, скомпрометируешь, его уволят. То есть, тут суды работают. Это все. Круто. Я думал, тут все хуже. Так, вот сама фабрика. Хрюшки хрюкают. Шишкачи. Блин, энергии мало. Интересно, что будет, когда закончится? Мне кажется, вот эти три полосочки... Проходи, давай. Вот эти три полосочки в конце. Я думал, они начнут как-то использоваться. Может, диалоги три раза поговорить могу? Так, тут запечатано, да? Так, лишние места никуда не заходим. Вот они, шишкачи. Красавцы. Так, нам туда куда-то. Как же тут пройти-то? Все. Маскировка закончилась. Может, мне надо было одеть одежду максимально маскирующую? Тогда я дальше дошел бы. Давайте проверим. Сейчас как раз хороший вариант. То есть, одеваем все маскирующие максимально. Не, это не влияет. Во всяком случае, так написано. Да у меня никакой одежды такой нет. Да у меня нет. тут проходы всякие есть интересные я хочу читать вот что вы думаете вы улетел на производительность, что вы там не верете я думаю что это я думаю что это а то есть я переговорил и у меня восстановилась линия шкала вот оно чё все понял так сейчас по-нормальному все сделаем так и там проходик есть другой текст не взял магничку однако бедного в туалете даже не позволяет спокойно посидеть короче просто кого-то уболтать надо живут прикольной системы то есть их даже убивать не надо банально срезает эту шишка чина у них мясо растет на горбу едят серьезно т.к. тут что мы восстановили энергию это видим проход про которая рассказывала это женщина скроем ради опыта то есть можно было вот так пробраться без камуфляжа к обычно вариантов куча а кому уборка ремонт от кормления и распад служебный запрос cnp понимаешь что для вас главное консервная машина ежемесячный ремонт и прочистка не удалось узнать что за тварь туда попадает еще раз напоминаю что в сточной трубе под шишка чами что-то застряло никак не разглядеть за свет почти не попадает на мне кажется это кость в общем у нас проблема с трубопроводом нужно это решить не завтра не на следующей неделе сегодня может можно это увидеть там кость человека будет я почти уверен что он людей убивает неугодных шишка чины король как бы туда попасть с энергию восстановим еще разок король хотел бы напомнить о следующем начало цитаты шишкачин обед получает 5 банок шишка чины каждые ежедневно не 4 банки не 6 не 10 ровно 5 мне все равно как они будут визжать на вас хрюкать или смотреть грустными глазами если вы перекормите или не докормите мой скотт я отрежу вам руки-ноги остальное пропущу через машину очень медленно конец цитаты пожалуйста выберите желаемое действие то есть их и кормит шишка чиной шишка чей чё за нафиг в увеличить дневную дозировку витаминов в кормишь и шишка чей на четыре тысячи процентов а что это изменит не банкротятся наверно задачу корма ценка питательной ценности плываем пищевой массы категория 2 токсично нет я испорчу все не это я плохо сделал запас снабжения запасы прошлое 0 банок день 96 1 1118 банок как-то быстро так запасы настоящие неизвестный день количество банок неизвестное повреждены данные блин тут слишком много вариантов сделать что-нибудь так энергии заканчивается но можно будет поболтать уболтать главное найти кого-нибудь говор чего так громко говорите в интерком так он включается с громким щелкающим звуком за которого следует гудок каждый сигнал транслируется по всей радиосистемы фабрики сделать важное объявление пока нафиг это все возможности реально миллионы просто вызвать лифт на первый этаж вот это кстати да может помочь журнал техобслуживания так сосав засора в агрегате 16 процентов жировая ткань 15 кости 40 процентов сухожилия волосы провести углубленный анализ обрабатываю клавиатурный вот нет 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 полномочия подтверждены продолжаю процедуру глубокой очистки понятно короче человека там били понятно описано то что можно врубить стражевых автоматонов чтобы от всех избавиться на это не буду делать к рабочим там нет точно никаких претензий нет помните что во время общения с королем нельзя заговаривать первым нельзя смотреть глаза необходимо отвечать на вопрос уважительно самое главное нужно избегать вызывающих слов и поступков за которые наказывают консервации офигеть да он реально безумен таких надо ликвидировать смотри за головой типа низкие потолки гарантомет 2 так так с автоматоном мы наверное не сможем договориться все может взломать его можно будет лучше человек человеком и нормально договоримся ходит тут всякие холера записка от руки на дтп десент пи надо меня об этом больше спрашивать нас могут услышать пришлось тебе это в дтп иди спрятать уничтожь когда прочтешь осторожнее я знаю одно тэми говорит что мясной клайф кормит шишкачей каким-то подозрительным мясом море крови кости дорчат еще одна сказала что нашла там чью-то руку она кричала теперь вот тэми тоже понизили а свиньи все жиреют то есть он кормит свиней людьми офигеть все больше больше убить его хочу нейтрализовать монстра так это куда приветствуем пользователь фасовочный автомат ваше состояние нормальное засоров не обнаружено инженерия увеличить скорость работы не не хочу тут портить ничего документы еще можно подправить как-нибудь чтобы арестовали а саботировать производство зачем так нам туда зря лифт получается вызывал он по идее тут ну что будем разговаривать это он это он так выглядит лысый такой клайф реально мясник какой-то фартуки вот этот лифт творожство представляет он офигеет он все королем чувствует тут чувак пришел какой-то ворует у него проклятие надеялся что до этого не дойдет не давайте все-таки поговорим с ним сначала слышь и что это ты тут делаешь это мои личные покои дружище я сюда не приглашаю гостей никогда и на то есть важные причины какие глаза безумные посмотрите прямо людоед лицо такое все страшное проницательность все кровь на рубахе вот тут вот не ниже чтобы некоторые вещи сделать правильно приходится испачкаться так что я тут убиваю убиваю время предпочитаю еду себя готовить самостоятельное что может быть лучше свежей кровавой шишкачиной колбасы то есть он людоед еще один людоед тут людоеда не как-то особенно выглядят есть что-то у них такое особое это останки шишкачей я владею фабрикой который специализируется на шишкачевой колбасе но порой я люблю вкушать и другие части шишкачей подозреваешь во мне каннибала брось эту мысль я не ем тела которым помогая исчезать вот такая ирония и так чем могу помочь я весь внимание не буду говорить что это парня лучше не злить но если все же будете злить обращайте с вами было хорошо я одобряю подобная осторожность на поврежден нахожусь на грани и могу легко выйти из себя перейдем пожалуй более насущным вопросом ничего личного я не сказал это личные ски я убил это было бы очень личное блин договариваться с ним это такая вы только посмотрите королем себя возомнил его убивать надо даже думать нечего та женщина конечно мафиози таких я тоже не люблю но блин не сравнить и даже документы подделывать не хочу вдруг он вылезет из этого всего тем более пока процессы пойдет просто убить его и уйти интересно написано сможем как-то уговориться не договориться первые вижу что такое слово использовалось пойми ничего личного так знамени побегут надеюсь все окей ключ от кабинета нафигеть монстр обычно я стараюсь сохранить жизнь но блин этот чувак не тот случай просто сразу убить как те каннибалы другие тоже можно кстати поспать тут отдохнуть вздремнуть после работы добро пожаловать король как система может вам помочь если вы хотите прекратить испытательный срок сотрудника введите личный пароль и выберите сотрудника личные дела все файлы удалены на диктованная запись кто бы мог подумать да целая фабрика да еще ничейная никого кроме меня теперь есть еще и король который тоже я но другой лучше знаю что все эти причуды не очень полезны но меня так одиноко тут только я и свиньи и техника а теперь еще и король но скоро придут другие чтобы работать на меня рабочие надо начинать с малого а потом мы будем строить и будем кормить будем кормить и кормить король не может поверить как хорошо как чудовищно хорошо все получилось я пришел из ниоткуда но теперь я человек создавший сам себя у меня столько мясо и денег что никто не поверит у меня есть и власть и уединение я получил все что хотел кроме король был со мной не самого начала но он пришел первым он спасает меня от одиночества это точно нельзя забывать об этом игнорировать этот факт то есть него раздвоение личности до было запись 113 кажется я понял сотрудникам всем от рабочего на конвейере или уборщика до последнего шишкача нужно велеть чтобы они правильно обращались королю должным образом это делали никакой хрени про мясного клайва иначе я им такое мясо устрою вовек не забудут так достаточно четко да ну и чудесно должна помочь да безумец конечно хорошим в дурку на было посадить но тут не те условия ты что мы еще не смотрели секундочку тут несколько лифтов получается какой на задание сейчас вернуться до пустоши монарха прямо сразу к пустошу да так а это вниз опуститься просто с посмотрим а это мы вызвали лифте вниз то пойдем понятно не тут нам больше делать нечего вредить рабочим не хочется так удобно так запечатано разблокировать дверь все прекрасно ну чтож полетели фолбрук банихопин к этому прекрасная правда она даже из серного озера тебя вытащит если ты не против оказаться обложником эффективная умная жестокая она мне нравится а лако пожалуйста скажите что от вас пахнет смертью клайва весной клайв скончался все это не очень хвастливо звучит правильно я понимаю что не вы его убили в смысле говорят что аккуратная работа ценится верно я люблю грязь должно компенсировать вам неприятности используйте ароматизатор вы не эти как шишкач отличное отношение улучшено она всегда так морщит нос или это из-за того что от меня пахнет шишкачиной проблема с наркотиками решена забавно вы не похожи на нельсона мейсона еще забавнее что я не в курсе того что у меня какие то проблемы так я не хочу его закладывать тени и блин получается закладывать его все рассказывать не очень хорошо ну и так досталось хотя и по делам она блин не хочу этом участвовать тем не менее хочу плату за услуги вычтите из его клада я получу полный отчет от нельсона его голову на блюде если надо его планы редко купается терпением не заканчивается это последний случай дайте угадай кровь кишки шерсть там где их не должно быть большое вам спасибо за то что решили эту проблему так доставщиков прятался в пещере надо ли это говорить говорите в левое ухо ладно право мне прожди на время прошлого разговора это половину слов слышала ну я почти внимательно слушаю один из ваших доставщиков субсвету тиль прятался пещере наверное вы про артура того который сюда прибежал как шпресса с отрезанным хвостом пожалуй рада что он жив я бы еще больше рада если бы были мертвы мародеры которые захватили мой груз они все окей так ну поделали дел прекрасно радиомолчание так надо идти значит в этот город иконоборцев эмбер хайтс а туда нас уведут там тоже небось куча заданий всяких будет я хоть раз сюда приходил но не особо много всего поделал так на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи